Приветствую вас, уважаемые друзья! Краска высохла, можно продолжать работать с бронеавтомобилем дальше. Теперь у нас предстоит задача нанести на автомобиль смывку. Есть смывки у меня уже заводские, сразу готовые, фирма Model Lab делает. Но для моего автомобиля, я посмотрел, цвет очень затемнит. И для нанесения фильтров буду использовать масляную краску Sonnet. Буду брать желтый цвет и размешивать его в маленькую капельку White Spirit. Брать буду спичечкой, мне надо немножко придать небольшой оттенок желтизны на базовый цвет. Сильно мне, чтобы желтый, не надо делать, поэтому и приходится самому намешивать. Хотя многие моделисты, кто занимается моделизмом очень давно, давно знают, что с простых масляных красок можно делать и смывки, и фильтры, использовать их для сколов. Ну, а техника масляных точек уже давно применяется при помощи художественных масляных красок. Сейчас уже проще. Можно купить специальные модельные краски, уже с готовыми цветами. Вот намешал светло-желтенький фильтр. Теперь будем наносить его на модель. Сначала попробуем нанести его на днище автомобиля. Наносим густо и аккуратненько растушевываем кистью. Так вот, сейчас можно уже купить готовые масляные краски, уже с нужными вам цветами. Как для техники Второй мировой войны, так и для современной техники. Сейчас для моделиста настала хорошая пора. Приобрести можно практически всё. Не то, что, как раньше, в магазинах было пару. В нашей стране их практически не было вообще. И вот так наносим фильтр на весь автомобиль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нанёс фильтр на модель. Заняло это где-то около 10-15 минут. Теперь осталось нанести фильтры на диски, на мелочёвку. Главное внимательно проверить, чтобы что-нибудь не забыть. Бывает, вроде бы всё сделаешь, а какую-нибудь мелкую деталь забыл пофильтровать. И потом ради неё приходится разводить заново фильтр и делать. Оттенок меня сейчас полностью устраивает. Получается неплохо. Потом на антенных вводах краской старая резина покрашу чёрным цветом. В цвет резины. Но это уже буду делать после того, как высохнет фильтр. Вот. В принципе, фильтры нанесены. Как видите, в этом нет ничего сложного. Зеркала делал, может здесь видно, такая вот плёночка зеркальная. Делал с этой плёнки. Заказал в Китае. Мне очень она понравилась. Двухсторонняя. Хорошо приклеивается и держится. Надеюсь, приклеил. Экспериментально попробовал. Теперь не могу оторвать. Надо ножом подцепить. Сейчас увеличу, покажу вам её поближе. Как хорошо всё в ней отображается. Теперь даю фильтру хорошо просохнуть. И после того, как фильтр высохнет, посмотрю, может немножко где-то ещё придётся подправить. Но если всё будет хорошо, буду наносить глянцевый лак. Глянцевый лак я тоже использую всегда или фирму Tamiya, или фирму Mr. Hobby. Глянцевый лак наносится уже для того, чтобы по нему делать смывку. Ну, а на этом серию буду заканчивать. И теперь где-то около суток будет white spirit с масляной краской просыхать на модели. Обязательно надо дать ему хорошо просохнуть. Но погода сейчас позволяет. Я думаю, за сутки всё хорошо высохнет. Друзья, спасибо. Кому интересно, следите за выходом новой серии. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...